Всем привет, мои хорошие, мои любимые! Вы попали на канал Бурмаки Владислава или же Бороджо. В этом видео вместе с вами сегодня я хочу обсудить последние новости Евровидения 2020. Их накопилось немало, они очень важные и интересные для всех еврофанов. Поэтому, если вы еврофан, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Также колокольчик нажимайте, чтобы вам приходили уведомления. Если они вам не будут приходить, то это уже катастрофа, которую нужно устранять. Поэтому нажимаем на колокольчик и устраняем эту конченую катастрофу. Ну что ж, мои куколки, давайте будем начинать. После того, как 18 мая 2019 года Дункан Лоуренс победил на Евровидении 2019, страна Нидерланды получила право на проведение Евровидения 2020 в своей стране. И перед ними постал вопрос, в каком городе им провести конкурс. Для того, чтобы город мог провести конкурс, в нем хорошо должна быть развита инфраструктура. И у Нидерландов появилось сразу 4 города, которые, возможно, могут принять Евровидение 2020. Среди них есть Амстердам, Роттердам, Гага и Арнем. Также в списке есть какой-то город-мазохист, Маахс... Ждите, мои хорошие, мои любимые. Ма-А-С-Т-Ри-Х-Т-У. Ну, короче, мазохисты кисть. В этом городе даже нету никакой арены, никакого выставочного центра, поэтому он, я думаю, сразу отпадает. И среди главных претендентов есть Амстердам, Роттердам и Гага. В Амстердаме есть большая арена Зигдом. В Роттердаме Ахой Арена. В Гаге Адо Денхак Стадиум. Стадион, то есть, у них есть. И Арнем Гэлре Доме Ар... Ну, короче, что-то такие вот, читайте. Вообще, процесс отбора городов для проведения Евровидения является очень сложным. Для начала все заинтересованные города и их мэрии получают особый документ, в котором указаны все требования к городу, которые должны присутствовать. То есть, арена, инфраструктура, отели, ресторанчики, транспорт хороший. То есть, это все должно присутствовать, чтобы у гостей города не возникало никаких трудностей. И когда будет отобрано уже меньшее количество городов, то есть, два организаторы конкурса Евровидения приедут в те города и отсмотрят их, спроинспектируют, посмотрят, как развит город, увидят все плюсы и минусы города вожживую. Также, мои хорошие, мои любимые, стоит отметить то, что мэр города Амстердам заявил, что он готов отдать победу другому городу, потому что Амстердаму просто-напросто не нужен дополнительный пиар. Амстердам является распиаренным городом, поэтому он не является таким большим претендентом на победу. Но все равно он есть еще в списке проведения, поэтому будем за этим всем наблюдать. Так что, мои хорошие, мои любимые, будем наблюдать за этим всем вместе. Сразу же, когда будет известно, какой город примет Евровидение, мы запишем с вами новое видео. Я вам все объясню, расскажу и вместе с вами будем обсуждать. Так, давайте поговорим о списке участников Евровидения 2020. Пока свое участие в следующем конкурсе песни подтвердили еще только 22 страны. Среди них Австралия, Армения, Австрия, Беларусь, Бельгия, Израиль, Литва, такие страны, как Сан-Марино, Сербия и Украина. Украина уже подтвердила свое участие в Евровидении 2020. Что это значит для нас? Во-первых, в своем инстаграме, так и блогер Еврофанат, тоже самый главный, Алиночка Еврофан, проводила опрос, в котором ей задали вопрос. Як-то странно звучит. Ей написали, как думаешь, в Украине будет отбор в 2020 году? Вроде бы что-то такое. Она ответила, будет, знаю. Я тоже ответил на это сториз, и она в ответ мне написала, что она знает от проверенных людей, что отбор в Украине будет. Слава богу. Конечно, я очень надеюсь, что отбор пройдет на канале СТБ. СТБ делает классное шоу, там все интриги, там все расследования. Но, я надеюсь, что в этом году они избавятся от политики. В этом году они будут принимать участников, которые уже там не гастролируют в России, потому что для украинских политиков это большой стресс, большие проблемы. Это музыка. И если честно, если бы я был политиком, то, не дай боже, конечно, хай-бухарить политика в аду, то я бы даже не обращал на это внимание, потому что я не хотел бы вносить в музыкальный конкурс политику. Есть люди, которые вносят туда политику, а есть люди, которые смотрят конкурс и выносят для себя только музыку. Поэтому, мои хорошие, мои любимые, самое главное верить в то, что это конкурс музыкальный. Не поддаваться вот этим вот политическим провокациям, которые нам всовывают всякие там политики вонючие, грязные и жирные. Фу. Стоит заметить, что Россия еще не подтвердила свое участие в Евровидении 2020. Это для России, это большой конкурс, очень важный конкурс. Поэтому будем надеяться, что мы увидим русскую заявку на Евровидение 2020. Фух, так классно звучит, если честно, Евровидение 2020. Прям так пафосно, пафосно, пафосно. Также интересный факт о том, что Болгария в этом году может, может, ну в следующем году может вернуться на Евровидение, потому что у канала, который представляет Европейский Союз, ну там как-то они там связаны, поменялось руководство и, возможно, это руководство в середине лета нам озвучит вердикт, согласится оно принимать участие Болгарии в Евровидении или же нет. Поэтому будем ждать, будем надеяться, потому что последние 3-4 года Болгария представляла очень охеренные заявки. Я был просто в шоке, когда в 2018 году группа Equinox вообще оказалась в самой жопе, потому что эта группа заслуживала намного большего, а вот обпадлые горбатые киноголосовалы, хай вон их перегорять в аду. Я большинство рассчитываю, что может быть какие-то там 10%, что Болгария вернется. Лучше верить в что-то, чем не верить ни во что. Мои хорошие, мои любимые. Также стоит отметить, что Австралия подписала контракт с Европейским Вечательным Союзом до 2023 года, то есть, мои хорошие, мои любимые, это все очень просто. Австралию даже не будут там давать ей заявку, и она будет ее принимать или отторгать. Она уже участвует, она стала заложником контракта. И до 2023 года Австралия вместе с нами. То есть, Австралия это часть Европеи. Европе. Европы. Мои хорошие, мои любимые. Это полный трэш, потому что Австралия приеднается к нам. Хай с вами кингур, сидеть там, где ей положено. Ну что ж, мои куколки, сегодня были такие новости, как вам. Новость о том, что отбор в Украине все-таки есть большой шанс, что он будет. И он будет на телеканале СТБ, что ничего не изменится. Что изменится политика отбора участников, которые там не гастрелировали в России. Вот это вот вся суета политическая. Как вы думаете, все будет хорошо или будет опять какой-то скандал? Без скандалов, конечно, СТБ не может. Они делают скандалы. Потом эти скандалы выходят из берегов, и они уже не могут ничего сделать. Давайте будем все обсуждать вместе. Мне очень интересно ваше мнение, что вы думаете. Потому что я думаю одно, а вы думаете совсем другое. В нас мысли вообще расходятся. Но потом мы сходимся все-таки на одной мысли. И вы вместе будете радоваться новым новостям. Новые новости. Оу, новые новости. Мои же вы хорошие, мои же вы любые. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Обязательно следите за мной в Инстаграме. Ну, в основном на Ютубе. Я обожаю Ютуб. Ютуб это моя стихия. Смотрите мои предыдущие видео. С вами был Владислав Бурмака. Всем пока.